Всем привет! Сегодня 8 марта. Я отфильтровал и слил свою перцовочку, которая в этот раз получилась прям очень-очень острой. И я решил даже на 6 бутылочек литровых добавить вот прям внутрь перец, чтобы прям был совсем огонь. Она вот так в таком варианте еще настоится. Я думаю, будет просто бомбическая штука. Но это именно для тех, кто любит острый. Кто, естественно, острый не любит, лучше делать с меньшим количеством перца. Разбирался с переливом. И вот пора уже освобождать бочку. Сейчас посмотрю, что у меня тут налито. В свое время я выгнал мультифрукт. Залил сюда 24-го, 9-го, 2017-го. То есть напитку практически полтора года. И я думаю, пора сливать. Заливал я его прямо вот по самое не балуйся. И делал его... Тут написано мультифрукт. Это были у меня смузи. Были еще какие-то... Как они называются-то? Концентраты всяких разных соков. У меня все, что было, это все дело я смешал и перегнал. У меня есть видосики на канале. И залил вот в бочку. Полтора года это простояло в 10-литровой бочке. Третий залив у меня сейчас получается. То есть стояло больше полутора лет. И предыдущие два залива были примерно по году. Ну приблизительно. Я там сейчас врать не буду. Может год, может год и два. Непринципиально. 56 градусов. Сейчас буду сливать. Покажу, что получится. Сколько осталось в бочке. Бочку эту я... Это моя первая бочка. Я ее ващил. Сейчас я уже бочки не ващу. Но в принципе, как я делал опыты... Ну ващение, на самом деле, на долю ангелов практически не влияет. А вот дышит бочка хуже. Поэтому с тех пор я бочки больше не ващу. Если только по донцам вот здесь вот. И... Ладно. Аромат, кстати, любопытный. Прикольно. Дерево. И вот не знаю, какие-то коньячные, наверное, нотки. Посмотрим, что у нас тут получилось с точки зрения... Буду, скорее всего, просто переворачивать. Потому что была мысль сначала использовать насос. Но что-то как-то... Что-то как-то, наверное... Придется немножко потерпеть. Буду делать совсем вот по-колхозному. Блин, попало в глаз. Принимаем ставки доли ангелов. Кто угадает? За год... А, полтора года. Десятилитровая, вощеная. Залито под крышку. Тут, по-моему, в бочке 11 литров вылезает практически. 10-800, что-то такое. 6 литров. Кто больше? Цвет отличный вообще. Ну, пока мне нравится. И вот, наверное... Вот теперь уже все. Да, тут ничего не осталось. Ну, красота, что... О, аматика очень вкусная. Блин, все лицо в мультифрукте после бочки. Блин. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Бочку эту я буду использовать. Я залью туда ром. То есть, долго думал, что сделать с этим ромом. У меня там получилось примерно около 5 литров, если не ошибаюсь. 80-процентный приблизительно крепости. Разведу до десятки. Посмотрю, какая крепость будет. В принципе, я его буду заливать там... Ну, 45, наверное, будет... Не, наверное, меньше. Меньше 45, крепость заливать не буду точно. Если будет, ну, меньше 10, залью как есть и оставлю. Думаю, на годик приблизительно забуду его про него. Сейчас я эту бочку уберу, чтобы она нам не мешалась. Потому что сейчас я хочу проверить крепость, какая получилась. Блин, цвет вообще шикарнющий. Сейчас мы посмотрим, что у нас выйдет. К сожалению, у меня калькулятор по... А, нет, давайте, знаете что? Зависимость крепости от температуры. Посмотрим в интернете. Так, здесь у нас пока будет открываться табличка. Зальем вот это дело. Сначала посмотрим, какая температура будет. В комнате 25,6. Ну, в бочке и плюс в другой комнате. Там она, где стояла, возможно, чуть поменьше. Вот. 40,70 буду использовать. Напомню, начальная была 56. 56 и 50... Вот, 50, 25 градусов температура. Я думаю, хорош. И посмотрим, что у нас стало с крепостью. Ух ты, утонул. 60... Ну, 62 даже с небольшим. Блин, обалдеть. Как оно набрало. Правда, есть подозрение, может быть, немножечко добавилось от бочки. Так, ну где калькулятор? Браги, калькулятор избавления дистиллята. Коррекции спиртового ориометра. О! Блин. Показания спиртометра у нас 62. 62. Температура, ну, 25. Фактическая крепость 60. То есть, без поправки на то, что здесь у нас добавилось все-таки немножко дерева. Но, в принципе, я на коньяках пробовал, они показывали вроде четко. Здесь у нас 60 стало. Ну, разбавлять буду приблизительно до 45. И посмотрим, что из этого получится. То есть, сейчас явно... Блин, любопытно. Коньячный вообще коньячный. Давайте я возьму такой вот бокальчик. И немножечко его разведу. Чтобы посмотреть, как у нас раскроется ароматика. 60, 30. Ну, можно я пополам сделаю приблизительно. Просто, чтобы раскрыть. Никакой... Ух, ни хрена себе. Чума. Вот, если здесь еще был основной аромат бочка, то сюда прям взрывом идут фруктовые ноты. Блин, офигенно. Я думаю, отдохнет. Обязательно. Не в качестве выставочного экземпляра, но просто, чтобы попробовать, буду... Ну, привезу на какой-нибудь конкурс обязательно, чтобы все могли попробовать и сказать, что получилось. Блин, очень любопытный. Вот мультифрукт, мультифрукт. Я не могу определить, что там. Прикольно. Мне понравилось. Так. Ну, с этим, пожалуй, все. Я думаю, будет вообще... Блин, черт. Очень любопытное. Я, к сожалению, мне пить нельзя. Так вот размазать по языку еще куда ни шло. Но, блин, очень мягко. Очень хорошо. Мне понравилось. Вот. На этом, наверное, буду заканчивать. Развожу до 45. Пробуйте, экспериментируйте. Главное, для того, чтобы получился хороший напиток в бочке, вам нужно его делать все-таки некрепким. Я считаю то, что дистиллят, когда вы под бочку используете, вы должны выгонять максимальной крепостью около 80 градусов. Тогда у вас останется достаточное количество ароматики. И даже после таких вот долгих периодов в бочке все получается просто шикарно. Несмотря на то, что вот это вот было сделано из концентратов. Я сейчас даже уже не вспомню, с каких. Я просто все, что у меня оставалось, смешал тогда. И получилось все отлично. Так. Сколько у нас тут? 7 литров? Сожрали у нас от того. Ну, около 4 литров съела бочка. Ну, за полтора месяца. Ой, полтора года. Я считаю это нормальный вариант. Эксперимент считаю удавшимся. Сейчас в эту бочечку пойдет ром, который я выгнал не так давно на тарелках. И Midget 2, где там просто завалили почему-то комментариями про его стоимость. Блин, хотя вопрос был и исключительно в технологии. Ну, да ладно. Так. Следующим по плану. Да, когда времени, к сожалению, очень мало на видосике. У меня будет все-таки, я хочу доделать вариант со своими водками. Показать вам все-таки, в конце концов, результаты по спирту. У меня там 7 анализов уже готовые. Там плюс содержание меди при работе, когда я на насадке делал и первый перегон, и на медные насадки второй перегон. И что получилось там по содержанию меди. Вот, я думаю, многим будет интересно, кто там хейтит нас в счет меди. И самое главное, это будет еще, буду делать ГОС. Хлебное вино, в конце концов, давно к этому шел. Хлебное вино буду делать ячменное. Ну, сейчас собираю еще информацию. Нужно просто немножечко времени. Надеюсь, вот в эти праздники 8 марта, потом будет... Ну, я надеюсь, вот завтра, послезавтра я смогу найти пару часов, для того, чтобы поставить затор для хлебного вина по горячей схеме. Ну, все, на этом буду закругляться. Надеюсь, понравилось. Это было такое спонтанное, коротенькое видео. Я знаю то, что, ну, тут информации по сути ноль. Но, надеюсь, было интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok